Всем привет! В этом видео мы с вами разберем новый гель от фирмы Yumi, гель со стекловолокном, гель укрепляющий. У него в составе уже есть стекловолокно, сейчас я вам покажу, что это такое, как это работает. Посмотрите сюда, значит я уже здесь вырезала, он вот такого цвета, в чем его отличительная черта. Кстати, я возьму вот такую кисточку, у нее есть с другой стороны шпатель, она для работы с полигелем, она очень удобная. И сейчас на типсе я вам покажу, что это за гель такой, давайте внимательно с вами посмотрим, как он сделан. У него внутри уже сразу добавлено стекловолокно, вот вы можете посмотреть, что здесь у нас торчат разные штучки. Гель сам по себе достаточно жидкий, он похож на базу по консистенции, вот видите, я протягиваю, сейчас я его возьму больше, чтобы больше стекловолокна здесь тоже зацепить. Видите, вот они торчат, всякие штучки. Для чего он нужен? Он нужен для того, чтобы достраивать ноготочки, да, я вам сейчас покажу, как можно с помощью него вытягивать покрытие. То есть оно будет плотнее, да, за счет этого стекловолокна, вот видите, целое волокно здесь упало. Сейчас просто демонстрирую вам на типсе, как это делать. За счет стекловолокна материал становится плотнее, да, потому что оно действует как дополнительный стабилизатор жесткости, да, то есть он будет удерживать материал. И если вы, допустим, подломили ноготочек, то очень здорово будет маленечко там стянуть условно, да, и его достроить. И достроить здесь можно даже не использовать будет форму. Это все пилится прекрасно, я думаю, что его нужно будет единственное только хорошенечко зашлифовать. Но, в общем, работает это приблизительно вот таким образом. Видите, да, я делаю шире ноготь, и вот торчат эти штучки, то есть можно даже сформировать будет из него, например, квадратик, да, при большом желании даже без форм, но я бы лучше использовала, наверное, все-таки для него форму. Вот мы добавляем тут длину. Иногда у него остаются висеть такие штучки. В общем, важно, очень важно здесь правильно уложить. Моя задача вам показать его консистенцию, что это такое. Мне кажется, это прикольная штука, я обязательно буду ее использовать. Давайте посмотрим, как он просушится и как он будет запиливаться. Так, посушим. В лампе я пока уберу. Еще раз, как он выглядит. Выглядит он... Сейчас я закрою крышечку и вам покажу. Выглядит он вот так, и здесь это первый номер. Мне нужно вытереть кисточку. Итак, посмотрим, что у нас здесь с вами получилось. Немножко торчат волокна. Сейчас мы это все запилим, и я вам расскажу, как он пилится. Надо только сначала с него снять липкий слой. Сделаю это с помощью клинзера, тоже от фирмы Юми. Посмотрим, как он будет себя вести при запиле. Здесь мы, естественно, с вами ничего не достроили, потому что это типсы. Но вообще, я думаю, что вести он себя будет хорошо. Да, моя задача сейчас здесь сравнять маленечко. Потому что из-за этого стекловолокна немножко торчат их ворсиночки. Да, поэтому я очень рекомендую немножко запилить, чтобы сравнять текстуру. Я думаю, что, в принципе, даже грубый баб с этим справится. Видите, я взяла легкую пилочку, совершенно не грубую. Делаю легкие движения, позапиваю. Стекловолокно не торчит, и я думаю, что этот гель будет намного круче укреплять ногти, или держать ногти, или держать сломанные ноготочки, или достроенные ноготочки. Потому что в нем есть уже в составе это стекловолокно, которое будет помогать держать. Ну вот, собственно говоря, он отлично запиливается. Выглядит просто прекрасно. Мне кажется, очень красивый цвет. Вот ничего больше не торчит, только от ваточки. Мои ворсиночки. Супер гель. Рекомендую. Кстати, ссылку на него, где можно его купить точнее, я прикреплю ниже под этим видео. Это магазин FAMILION. Увидимся. Продолжение следует.